Привет, друзья! Сегодня снова четверг, и у нас продолжаются прямые эфиры по невредным советам четвертый сезон. И сегодня мы снова изучаем архитектуру, немножко повторяем предыдущие стили и восполняем пропуски в стилях Западной Европы. Так, жду вас. Традиционно, конечно же, пишите, как меня слышно-видно, как у нас все со связью. Я немножко, две недели как раз у вас была возможность доработать по эфирам, а я немножко путешествовала в Южную Африку, смотрела на пингвинов. Ну и, конечно же, продолжала работать, потому что я параллельно проверяла все работы, и мы вели индивидуальную работу по курсу капли. С проверкой, поэтому не бывает, не бывает у меня, чтобы отпуск без работы. Да, всем привет, привет вам. Так, давайте присоединяемся пока. Нужно поболтать немножко. Поэтому я видела все работы, которые в ВК, в группе, уже выкладывали. Там, конечно, много спама сейчас, потому что у нас группа очень активная. Но, к сожалению, общественной борьбы на это нету. Есть только возможность игнорировать. Спам не страшный, конечно же, какие-то банки. Вот, поэтому в целом там такая душевная атмосфера, что я не хочу закрывать группу, чтобы... Ну, там были предложения, чтобы закрыть группу, чтобы не было спама. Но я думаю, что это очень круто, когда каждый может присоединиться, показать свои работы по курсу, повзаимодействовать с коллегами. Поэтому пусть это будет так. Я надеюсь на вашу сознательность. Уже все взрослые люди понимаете, что спам – это спам. Вот. Да, с возвращением. Спасибо. Ну, да. Так. И я думаю, что я сделаю, наверное, на следующей неделе отдельный эфир по проверке работ за 3-4 последних урока. Ну, чтобы посмотреть, что вы за это время сделали. А она будет, как всегда, в ВК, потому что там у нас как раз все работы в ленте, внутри группы по четвертому сезону. И я уже там буду проверять. Назовите три места или первое, что вспомнилось из поездки в ЮАР. Я еще не переварила даже поездку в ЮАР. Вы думаете, то есть это на самом деле было очень быстро, потому что два дня добираться. Добираться долго сейчас, и перелет долгий, и все это действительно непросто. Мне нужно еще, наверное, я буду месяц, два месяца переваривать. У меня, конечно, супер впечатление от встречи с китами, потому что это действительно очень круто и незабываемо. Я вообще, на самом деле, ничего не планировала. Я ехала к подруге, и, по сути, мне кажется, они все нам просто программу создали. Поэтому мне, знаете, я всегда удивляюсь, когда мне пишут там... Ну, то есть я уже в поездке, а мне пишут там, вот эти, вам надо съездить туда, вам надо съездить туда. Ну, неужели вы думаете, что люди, планирующие поездку в далекую-далекую страну, по крайней мере, у кого-то из них точно есть план. И, к сожалению, я в него, ну, как-то не к сожалению, к счастью, наверное, никак не влезала. Поэтому для меня это отчасти был отдых. И поэтому, конечно, билеты я уже покупала в июне, наверное, и планировала это долго. И поэтому мне очень понравилось все. То есть и в Кейптауне Кирстенбош, очень красивый сад с протеями. И когда мы ездили на пингвинов смотреть, и мы с Игольной, конечно же. Мне единственное, что, мне никак не зашел, мы с Доброй Надеждой. Ну, то есть вообще никак. Вот, потому что очень туристическое место. И на самом деле это не является самой южной точкой. Если вы откроете карту, вы увидите, что мыс Агулькас, Игольная, является самой южной точкой Африки, а не мыс Доброй Надежды. Вот. И там, на самом деле, просто много туристов и, в принципе, ничего особенного. Вот. И очень несимпатичный маяк. То есть он такой маленький, коротенький, двухполосный. Такой, типа, там, красная крыша, белая полоса, черная полоса. Все. Вот. То есть даже у меня вдохновения на рисование там не возникло никакого. А вот мы с Игольной, вы видели, я выкладывала работу «Красно-белый маяк», огромный, 1848 года. Мне написали, не поверите, что неужели... Ой, как классно, вы так нарисовали современное здание. Я вообще иногда просто очень смеюсь. Вот. Я говорю, да, оно только 1848 года, а так, конечно, современное. Вот. И там действительно красиво, потому что такое какое-то более аутентичное, меньше людей. Я вообще не люблю сильно туристические места, где прям куча-куча людей, поэтому... Так, Ира, привет, добрый день, добрый день. Я как раз болтаю, все собираются. Да, киты это, да, это правда любовь. Ну, они настолько аккуратные, они настолько внимательно взаимодействуют с человеком. И даже вот кит у нас там прыгал плавником, бил хвостом, и вот только мы подплыли, они уже стали очень медленно передвигаться и давать возможность нам пофотографировать. И это, конечно, очень запоминающееся. Вот. Вообще в Южной Африке у меня было ощущение всех стран разом, потому что мне очень напомнило побережье Атлантики в Великобритании, где я была, и там очень круто. Потом мне напомнило где-то Францию, где-то Грецию. То есть, понимаете, из-за того, что это колониальная все-таки бывшая колония, да, там все говорят они на нидерландском языке, и, соответственно, там и Португалия ощущается, и все-все-все вот страны по чуть-чуть, и как будто бы ты сразу где-то в Европе во всех местах разом. И это очень прикольно, конечно. Ну и есть аутентичная история страны, есть аутентичные районы. Ну, там, я думаю, вы понимаете, что, конечно, не все так хорошо, потому что после апартеида стране необходимо было время, чтобы восстановиться. Ну и я думаю, что еще оно долго-долго будет идти, чтобы для всех людей в стране нашлась работа, чтобы осознание поменялось, что нужна работа, что ты должен ее сам себе организовывать. Потому что этого пока нет, и от этого грустно, потому что, ну вот... То есть даже если как бы свобода, она предоставляется, нужно уметь распоряжаться этой свободой. К сожалению, то, что видно там, видно, что люди, получившие свободу, просто не знают, что с ней делать. И в итоге как бы растут трущобы, и в принципе нет работы в стране, поэтому это грустно. Надеюсь, что через какое-то время там будет ситуация лучше. Так, ну вот, я пока немножко болтаю, рассказываю про поездку в ЮАР. Если у вас есть вопросы, вы можете меня задавать по ходу. И мы сегодня, да, с вами как раз поговорим еще о европейской архитектуре. Там будет два момента, которые мы не разобрали в стилях солнечного дня. Нина, спасибо, но у меня тут что-то не солнечно вообще совсем в Москве. Москва такая огромная, что в одном может быть снег, в другой части дождь, в третьей солнце, в четвертой, не знаю, ночь. Вот, поэтому тут, конечно, рада вас видеть и слышать. Спасибо, Людмила, очень приятно. Вот, поэтому мы с вами, у нас по плану, невредные советы, наверное, до Нового года мы постараемся закончить. Также сейчас, я думаю, что будет сюрприз и, ну, не сюрприз, видите, я вам уже рассказываю, будет марафон ближе к Новому году. В общем, я готовлю для вас много интересного. Добрый день, сколько нарисовали картин за отдых? Полтари картины. У меня вообще нет цели рисовать каждый день. Я об этом говорю постоянно. И на периоды обучения, да, я рисовала максимально много. Когда это стало моей работой и моей жизнью, я себя не заставляю. То есть, если у меня есть вдохновение и настроение, я рисую. Если его нету и мне хочется чем-то заняться еще, то я занимаюсь чем-то еще. Потому что, когда рисование становится твоей работой, очень важно не перегореть. Поэтому я вижу эти перегорания у многих и художников, и коллег, и у себя, и у меня они были. И поэтому, если есть возможность просто отдохнуть, погулять, напитаться вдохновением, то я скорее буду делать это. Вот. Мне очень хотелось нарисовать маяк, и я нарисовала маяк. И порисовать в порту Кейптауна, но там нас дуло ветром. Вот. Немножко. То есть, как бы задачи только стоять и рисовать у меня не было. Я собирала фотографии, собирала впечатления, собирала какие-то. Наполнялась, отдыхала, потому что я и так рисую каждый день. Ну, то есть, я и так рисую постоянно. Знаете, это как, когда вот для вас это хобби или отвлечение. То есть, несмотря на все, надо понимать, я это очень люблю, но это моя работа. И, как бы, мне же тоже нужно куда-то отвлекаться, потому что в любом случае необходимо переключение с одного занятия на другое. Поэтому я стараюсь ловить эти моменты и очень им радуюсь. Потому что они случаются крайне редко. Вот. Так, Света, привет. Да, всем привет. Очень приятно. Вот, видите, все как присоединяются. Классно. Очень рада вас всех видеть. У нас, конечно, сейчас меньше Инстаграм, но все равно. Все смотрят кто-то в ВК, кто-то на Ютубе. Так. Привет, Настя. Зашла поздороваться. Ну, вообще, я с каплями. Рада видеть. Юля, да. Ну, отличные же. Отличная у нас работа получилась. Да, и вот в это время все равно получалось как раз взаимодействовать по курсу. Так что очень крутые работы. Я поздравляю вас с успехом. Вот. Всегда есть что-то где-то можно доделать. Но в основном я, конечно, в восторге от того, какие работы на курсе. И самое главное, что мне нравится и что мне хотелось сделать в этом курсе. Потому что все говорят, ну, как вы рисуете капли, да? И многие думают, что это идет, что я копирую, там, например, что это гиперреализм. Это не так. Я не могу перерисовать все капли. Я очень много времени уделяю композиции. На курсе я рассказываю, как переделать, как изменить, как придумать капли. И в итоге, ну, реалистичными, понимая их принцип, в итоге почти 90% людей с самостоятельной работой в конце выбирают работу, когда они миксуют. Берут одну фотографию без капель, берут капли из другой фотографии, там, еще что-то из третьей, и придумывают свое. И могут это реалистично скомпоновать. Это самая главная цель была моя на курсе. Чтобы было осознание, что вам не нужно привязываться, не надо копировать референс. Что, да, есть принципы, нужно изучать натуру, но вы можете самостоятельно переделать все, что вы хотите, если вы понимаете, как. Ну, а, соответственно, как, я старалась объяснить, как. Вот. Поэтому. А перегорание почему возникает? То есть, когда понимаешь, что уже дошел до определенной точки и не видишь пути развития дальше, интересно, я любитель рисования. А перегорание для меня не в этом отражается. То есть, перегорание для меня, когда я просто не хочу рисовать какое-то время. Обычно оно от перегрузки. Вот у вас бывает, что вы не хотите ходить на работу? Ну, а чем рисование? Просто я вела целую рубрику, рубрику Art Mood. Если вы внимательно смотрите мой телеграм-канал и ВК, то там я давала ссылки, и там огромное количество, я, может сказать, еще целую книгу почти написала благодаря этому. То есть, там можно почитать статьи, и я высказываюсь на эту тему по поводу перегорания, как работать с мотивацией и дисциплиной и так далее. То есть, у меня нет ощущения, что уже дошел до определенной точки и не видишь развития дальше. Для меня это не равно перегорание. То есть, я, ну, если вы опять же спрашиваете меня, если с точки зрения как бы общей, да, то мне кажется, что всегда нужно искать какую-то точку развития. И здесь искать вдохновение, отдохнуть, банально отдохнуть, съездить куда-то, посмотреть других художников, сходить на выставки, еще что-то, дать себе время. Иначе, знаете, загнанных лошадей пристреливают. Ну, вот, как бы кино даже такое было. Вот, про танцы, кстати. Вот, и на самом деле невозможно, нету этого успешного успеха, друзья. Это ненормально. Ну, то есть, я не знаю, я вот говорю, вот эти, я не могу, я не такой художник. Возможно, нет, возможно, кто-то и есть. Давайте так, если вы слушаете меня, я говорю, я не рисую в самолете, в поезде, в кафе, в туалете, не знаю, да еще. Я не рисую так. Я нормальный человек, я могу не хотеть рисовать, это нормально. Я могу уставать от рисования. Любой человек устает от своей работы. Тогда что нам нужно сделать? А, выспаться, Б, хорошо поесть, быть здоровыми, потом, ну, то есть, ментально и физически, переключиться, поделать домашние дела, сделать уборку, сходить куда-то, посмотреть кино, погулять и так далее. Ну, то есть, понимаете, вот, я вам скажу, вы любите, там, не знаю, придумайте, представьте свое самое любимое блюдо в жизни, которое вы вот прям очень любите. А теперь представьте, что вы его едите 365 дней и больше ничего. Является ли оно самым любимым блюдом в вашей жизни? Ну, это, по-моему, вообще очевидный вопрос, очевидный ответ. То есть, ну, это невозможно. Чтобы что-то не разлюбить, нужно заниматься обязательно чем-то еще. Так же, как нельзя 365 дней, там, 24 на 7 находиться с любимым человеком. Так же, как нельзя. Ну, то есть, это невозможно. Это же задушивает просто. Это задушивает, это убивает любое вдохновение, любую любовь, все. Потому что именно переключение, именно жизнь, движение помогает нам оценить и хотеть вернуться к этому рисованию, хотеть снова начать, там, и что-то. А если мне сказать, рисуй, вот, занимайся любимым и теперь сиди по, там, по 8 часов в день целыми днями. Ну, как бы все, пока-пока, до свидания, уже мне не захочется совершенно этим заниматься. То есть, это добровольный должен быть выбор. Остальное все токсичная очень вещь. Вот, поэтому, а чтобы искать развитие дальше, нужно обязательно переключаться. Это даже с обычной работой. Когда вы смотрите, и вам кажется, куча ошибок я наделал, отложите на один день. Потом вернитесь, посмотрите. Ага, все, и вроде как уже и все нравится. Вот, а когда мы тут вот сидим и все, это, ну, то есть, невозможно. Когда мы фокусируемся на одной и той же точке, конечно, наш мозг запускает повторную программу, и все, все, мы залипаем, у нас там стресс. Стресс так и образуется, когда мы не можем сдвинуться и переключиться на что-то еще. То есть, у нас зацикленность процесса происходит в голове. И мы эту мысль уже думали, 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 думали. Это очень тяжело. И это в любом. То есть, неважно, строитель, инженер, медик, бухгалтер, финансист, художник. Все профессии одинаковые. Когда это работа, то это действительно... То есть, понимаете, одно дело, ты изучаешь там какой-нибудь язык в качестве хобби для себя, а другое дело, ты преподаватель этого языка. Это несколько разные вещи. Поэтому я надеюсь, что этот момент понятен. Так, сейчас читаю. Рисует алфу людей, увлекаюсь анатомией. Отлично. Во время обучения тоже можно перегореть. Не все могут нарисовать 50 лодок и остаться в ресурсе. Елена, 100%. Вот, смотрите, самое важное, что я хочу сказать, что вы взрослые люди. И как распределять нагрузку, решаете вы сами. А если я вам... Это, знаете, как иначе получается. А если я вам скажу спрыгнуть с крыши, да? То есть, я говорю нарисовать 50 окон. Ну, во-первых, 50 лодок не было, если что. То есть, нарисовать 50 окон. Можно сесть и сойти с ума и нарисовать 50 вот таких огромных окон. Что сделали некоторые, кстати, и совершенно не поняли задание. Я просила 50 окон в 2 сантиметра. Это можно нарисовать за час. Это посильный труд. Но если возможно, для вас это очень сложный и неподъемный труд. Есть неделя, есть месяц, есть годы. Потому что никто не заставляет вас выполнять задание ровно тогда, когда его назначили. Вы взрослый человек для того, чтобы решать для себя, когда вы можете его выполнить. Сейчас, через неделю, в течение следующего года. Я не закрываю эти бесплатные уроки. Они остаются навсегда. Там больше 100 бесплатных уроков. Только делайте, только занимайтесь. И я все-таки преподаю взрослым и всегда рассчитываю на сознательность. Поэтому тут опять же как бы говорить о том, что да, можно перегореть. Так вы же управляете этим перегоранием. Поэтому я и говорю, что я поехала в отпуск. Я нарисовала полторы работы. Я счастлива от этого, что я там не рисовала. Вот и все. Потому что я взрослый человек, я понимаю, что я сейчас убьюсь рисованием. Я что, я устану, я не получу вдохновения, я не отдохну. И это нормально не хотеть рисовать. Это нормально не хотеть есть любимый продукт. Это нормально чего-то не хотеть. То есть это ненормально постоянно быть... Я все время веселый, я все время хочу рисовать. Это нехорошо. Вот, поэтому как бы нормально мы все живые люди. И все бывают в каких-то таких моментах, когда они рисуют это вообще 100% нормально. Скорее, знаете, вот просмотры вот всех инстаграм, ленты, все вот создают этот успешный успех. Что все прям бегают там, не знаю, с утра до ночи только все рисуют там здесь это. И все-то у них получается, и все-то у них так хорошо. Я иногда не хочу фотографировать работы, не хочу постить, не хочу писать. И я, в принципе, когда я это хочу делать, я это делаю. Поэтому это и получается искренне, по-настоящему. То есть я это делаю, когда мне действительно хочется отдавать, рассказывать. А когда не хочется, я не провожу мастер-классы. Потому что, ну, я могу это позволить. Я понимаю, что я таким образом построила свою жизнь и работу. И к этому долго шла. Вот, поэтому, естественно, перегораем мы в любой момент можем. От любых вещей. Ваша задача остановить себя и не сойти с ума. Вот, даже персики через неделю надоедают. Вот. Работу полезно откладывать, проверено. Действительно, по-другому смотришь на свою работу. Абсолютно. Конечно, потому что внутри процесса невозможно оценить. Потому что мы устали. Мы не можем отследить, что мы устали. Почему в дне не 36 часов? Хотя, вот, сколько всего хочется сделать, но все во время упирается. Я уверена, что если будет 36 часов, будет абсолютно такое же распределение времени и энергии. Это так не работает, к сожалению. Вот. Это кажется все время. Вы дайте мне там вот столько-то часов, и я успею в три раза больше. Я помню, как я училась на первой вышке в университете, и параллельно вот я училась на двух образованиях, еще занималась музыкой, ходила на оркестр. А занятия у меня были с восьми до четырех первое выше, вот, с шести до девяти второе, и шесть дней в неделю, плюс задания, ДЗ, пары, плюс оркестр и как бы личная жизнь там и так далее, и так далее. И я верю в то, что чем больше у тебя времени занято, тем больше свободного времени, тем больше ты можешь правильно распределить свободное время. Потому что ко мне вот приходят тоже на беседы иногда люди, которые перешли в рисование и оставили свою основную работу и перешли в рисование. И там обычно возникает такой момент. Вот я думал, что вот я когда работаю, сижу, и я мечтаю, как же я буду рисовать классно, там вот я столько буду всего успевать. И тут типа я оставила работу, и вот прошло уже там, не знаю, месяц, год, полгода, у всех по-разному, и я не рисую столько, сколько я хочу. Да, потому что это другая жизнь, и нужно абсолютно перестраиваться по-новому ко всем процессам. Потому что когда рисование становится работой, оно уже не притягивает так сильно. И здесь нужна дисциплина, дисциплина. Мотивация не всегда работает. Хотеть можно не хотеть, но определенная дисциплина, ну, она присутствует. То есть все равно я стараюсь, если, как сказать, я, если я не хочу, но если этот процесс затягивается, не хочу, то тут я понимаю, что, угу, а как бы вот. Вот, и дальше, когда я что-то делаю в этом направлении, снова появляется мотивация, потому что есть результат, и так далее. И это зацикленный процесс. Почитайте, пожалуйста, рубрику Art Mood, там очень много текста, очень много полезного, иначе я это буду рассказывать вечно. Вот, мы с вами не приступим, собственно, к работе. Вот, а нам надо, нам надо сегодня разобрать одну важную тему. Вот, поэтому самое главное, что мне хочется сказать, что все, я, вы, мы все живые люди. Мы абсолютно нормальные, нам можно чего-то не хотеть, а можно что-то хотеть. Вот, и очень важно себя слушать. Но если процесс нехочуха затягивается, то нужно хотя бы что-то начать делать, и дальше снова мотивация проявляется. Вот и все. Но никакого вдохновения, никакого рисования не будет получаться, если вы плохо себя чувствуете, у вас проблемы какие-то, там еще другие. Какое вдохновение, какое счастье в работах вы можете дать? То есть, что вы туда вложите? Вот, я всегда стараюсь задумываться. Если я плохо себя чувствую, и я злая, я не сажусь рисовать. Я хочу человеку, который купит эту работу, передавать хорошее, позитивное свое счастье и любовь к жизни. И если я себя плохо чувствую, я не хочу эту эмоцию туда зашивать. Я иду спортом занимаюсь, отвлекаюсь. Вот, спортом, когда я снова восстанавливаю свое настроение, я сажусь рисовать и уже понимаю, насколько это важно. Потому что все говорят про технические части, но не менее важно это эмоциональная составляющая творчества. Поэтому, если вы устали, я вот сейчас проверяю по курсу, сейчас вот последнее скажу, переключимся уже на работу. Я проверяю по курсу работы, по каплям сейчас, и я вижу, прям можно отследить, не поверите, когда человек работал, когда у него есть силы и энергия, вот над теми же каплями, на одной и той же, и когда он такой, побыстрее хочу закончить, вот прям сейчас. То есть, и сил уже нет, уже есть стресс, уже есть усталость, но сил нет. И ощущение, что дописывал кто-то другой. То есть, вот этот кто-то другой, наша усталость, вот она приходит, и мы начинаем портить. Если мы правильно, успех работы, успех как бы, ну, реально будет в том, что вы можете отследить момент усталости и остановиться. Вообще, это по жизни очень полезное качество. То есть, все, стоп, дальше только порчу, дальше только эмоциональная перегрузка, дальше только стресс. Все, я остановился. Здесь вы рисуете работу, вы можете ее для себя, вот этот момент остановить. Потому что, иначе дальше, правильное на неправильное. Значит, затюкивание. Главное, начинал человек, все знал, все видел, вижу, прекрасные заливки, все это. А дальше, как будто, ну, дядя Федор, пес и кот письмо писали, да. Начинается какая-то совершенно другая история, и кто-то дописывает там. Уже вообще другой человек. Так вот не превращайтесь в того другого усталого человека. Очень важно это себе отслеживать и останавливаться. Потому что ни к чему, ни к чему реально хорошему не ведет работа в момент усталости. Это ведет к эмоциональному выгоранию. Это ведет к неудовлетворению от своей работы. Это ведет вот ко всему, ко всему не очень хорошему, чего мы сами не хотим. А всего-навсего нужно остановиться. Что тут важно понимать в моменте остановки? В том, что когда вы, это знаете как, когда ребенок в детстве, ему интересно, и он как такой энергичный, там бегает, 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 и потом бах, упал, устал. А он не понимает, что он устал, у него организм отключился, просто организм выключился. Понимаете, тумблер. А во взрослом возрасте мы уже начинаем отслеживать свою усталость. Но как только мы беремся за дело, которое нам очень нравится, ну какое-то вот увлекательное, то мы там перестаем отслеживать этот стоп. Мы не понимаем, когда мы устали. Мы начинаем вот до последнего. Сейчас, 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 сейчас я закончу. Сейчас быстрее, быстрее. Очень надо, очень надо. И получается вот эти вот как раз те самые, да, ошибки и стрессы, неудовлетворенность с результатом, даже во взрослом возрасте, потому что мы повторяем ошибку такую вот из детства, когда просто уже организм вырубается. Он нам уже говорит, устал, ты устал, остановись, все, хватит сегодня, завтра посмотришь. А мы нет, надо. Ну и вот, и в итоге все, то есть сами себе вредим, сами своей же работе. Поэтому я это вижу часто на работах с уже очень высоким уровнем техники, с уже очень высоким, ну таким, знаниями. И все равно вот этот вот момент происходит. Поэтому распределяйте свои силы. Это всем совет. Я его себе советую. И вам советую. Всем советую. Потому что это не значит, что я такая умная и все это. Я себе об этом напоминаю каждый раз, потому что это у всех происходит. И я тоже понимаю, что ага, что-то я уже, по-моему, загналась, я переработала. Надо бы остановиться, надо бы отложить это. Лучше я уже не сделаю сейчас. Посмотрю свежим взглядом и сделаю лучше. Это 99% так. Даже, не знаю, почти 100, да, просто 100 не бывает. Так что, ну что ж, давайте переключимся на наши сегодняшние. У нас сегодня два направления будут основных, которые мы не рассматривали в предыдущие. Вот, те, кто не любит бала-бла-бла, может перемотать на записи. Надо это вначале говорить, кстати, да. Так, переключаюсь. Сейчас. Каждый раз. О, боже мой, все по-разному. Не могу настроить так, чтобы было одинаково. Так, что терпим немножко. Пока шатает. Не хочет мне телефон захватывать. Главное, даже не перестраиваю с прошлого раза. Почему-то прикрепляю, а она все время не там находится. Ну, какой-то закон подлости. Абсолютно в то же место крепливый. Да. Итак. А, все, я поняла, в чем дело. Угу. Прошу, прошу прощения. Вот, так я могу читать комментарии и все видеть. Супер. Так, надеюсь, что вам тоже видно. И мы тут как раз все у нас влезает. Итак, сегодня у нас с вами следующие стили. И они уже касаются... Так. Один, одна минуточка. Не настроюсь сегодня никак. Так, меньше отсвечивает просто. Угу. 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 Прекрасно. О, даже, кстати, видно. Так что здесь будет. Все, наконец-то я настроилась. Спасибо за ожидание. Потому что как-то все время по-разному. У нас с вами было в прошлые разы, да, мы изучали в первых уроках. Это были стили, начиная с древнерусской архитектуры. Это была древнерусская, это была храмовая архитектура. Немножко мы псевдорусский стиль. Классицизм, барокко, рококо, модерн, ампир, эклектика. Это вот восемь стилей, которые мы прошли. Но есть еще несколько стилей, которые как раз присутствуют. То есть это то, что у нас присутствует в русской архитектуре. Архитектуре Восточной Европы отчасти. Но уже Восточная Европа, Западная Европа. Там еще будут два стиля, о которых мы сегодня поговорим. Даже три здесь у нас добавляется. И мы вот так их добавим немножко. Хотя лучше вот отдельно. Давайте. Это будет у нас романский стиль. Романский стиль это где-то 11-12 века у нас. Далее у нас будет готика сегодня. Это 13-15 века. И также есть еще третий стиль, который был таким предвосхитителем барокко и перешел в барокко. Это ренессанс. Это возрождение как раз. Это у нас 15-17 век. То есть мы помним. И у нас дальше уже все переходит в барокко. Вот где мы тут барокко изучали. как раз. Бандерна. Рококо. И вот тут вот у нас. Да, вот как раз классицизм мы изучали с вами и плавно перешли. Вот у нас барокко. То есть появилась в Италии в конце 16 века. И да, аж до 18 столетия идет. То есть вот как раз ренессанс плавно перешел в барокко. Вы увидите, кстати, на примерах, как и почему, и как раз эту связку. Начнем с вами с романского стиля. Да, вот как раз первый давайте его обведем. Но долго я про него говорить, наверное, не буду. Потому что с точки зрения вообще эстетики, он такой довольно-довольно-довольно-таки простой получается. Но не все просто да не просто. Вот так у нас выглядит романский стиль. Я думаю, что про романский, про готику почти каждый из вас слышал из школьной программы. Где-то там это точно было. Вот. Значит, храмы, да, в романском стиле. Давайте посмотрим. Я просто нашла очень хорошую. Мы ее... Можно такой момент зарисовать для себя. Что у нас практически всегда романский храм, то есть вообще романский стиль, он сам по себе появился, именно когда стало развиваться христианство. И соборы и храмы, да, то есть соборы и храмы сами по себе стали основным элементом как раз в архитектуре, который отражал романский стиль. Поэтому они практически всегда формировались таким образом, где у нас было две башни и вот этот вот у нас центральный апсида, да, центральный такой нев основной, в котором как раз все внутри храма и происходило. Есть какие-то элементы. Именно по романскому стилю я не буду их сегодня сильно разбирать. Хочу вам показать только когда, как он формировался. Вот как раз здесь видно с боковыми нефами, да, у нас центральный неф, как выглядел крестообразно, да, вот этот как раз романский стиль, а в России крестово-купольная также архитектура тоже была с этим связана. То есть все шло, конечно же, от соборов. То есть когда мы изучали с вами церкви, соборы и без религии, архитектура в то время, да, была очень-очень, это 11-12 века, очень сильно связана именно с религией. И религия была движителем, так скажем, развития каких-то стилей. Дальше это стало не так, но вначале это было именно так. Вот здесь вот хорошо видно, можете для себя нарисовать. Вот мы сейчас с вами готический и романский стиль посмотрим. Ну, то есть различие заключается, да, мы перейдем к готическому довольно быстро, в том, что в романском стиле есть основные несущие конструкции стены и вот эта крестовая форма. И в основном это основной неф и боковые, да, центральные и боковые нефы. А в готическом храме, когда он стал появляться уже так, развиваться как направление, стало отсутствовать основные несущие, да, такие, ну, как бы есть, конечно, несущие стены, но это стало каркасным. То есть система стала каркасной, состоящей из взаимно друг на друга, да, как бы опирающихся элементов, которые очень-очень более арочные, воздушные, зависимые друг от друга. Это стало очень сильно заметно и отражаться. Давайте посмотрим немножко на романский стиль и на храмы в этом стиле. И, кстати, хочу сказать, что вам стоит запомнить вот этот вот элемент, да, это у нас окна, состоящие из двух таких, из двух окон, а посередине колонна. Этот момент вам еще, нам еще с вами пригодится, это называется before. Потом мы его встретим с вами уже в ренессансе, но вообще это отличительная особенность. И мы с вами говорили про окна в предыдущих, да, уроках. Вот здесь очень важно понимать, что когда у нас идут в романском стиле, то, как правило, это больше крепость, да, то есть что у нас отличает с вами романский стиль? Это действительно небольшие окна. Относительно стен, то есть это уже, это больше крепость. Так как все вокруг, развивалось вокруг соборов и храмов, и в случае нападения, это 12 век, 11-12, помните, да, историческая справка. То в этот момент люди и весь город, он шел и прятался в храмах, в соборах, да, потому что, ну, где еще было защититься. И вот этот вот момент с крепостной, то, что он похож на крепостную стену, очень сильно заметен, да, для нас. Сломала карандаш, сидела, сломала карандаш. Ну, вот так вот, так и бывает. Итак, если у вас там будут вопросы, конечно, всегда задавайте. Далее, вот мы можем посмотреть, мы сразу видим, то есть каким у нас образом, если мы видим романский стиль, то это почти всегда, давайте для себя, что сделаем, схему. То есть это у нас будет вход в храм, и почти всегда это две башенки, какая бы там крыша ни была, то есть у нас схематично, и здесь у нас это центральный неф и боковые нефы, то есть у нас всегда внутри, да, так скажем, это вот внутри. Если мы в разрезе возьмем, у нас центральный неф и боковые нефы, и, как правило, две башни у центра располагаются. Вот они с более округлыми, это у нас с более квадратными такими стенками. Опять же, мы видим вот эти бифоры, да, вот эти такие арочные окна. Далее, вот здесь вот я просто буду, я специально набрала очень интересные примеры, сейчас давайте посмотрим. Вот, например, да, то есть мы сразу видим, ага, какой стиль романский. Почему? У нас маленькие окна, две башни. Это то, что его отличает, да, мы с вами всегда стараемся искать именно особенности. Далее, тоже вот меняется вроде как бы общее впечатление, но, опять же, эти же окна на нижних уровнях окон практически нет, то есть они все вверху. Это уже момент постепенного перехода к готике, то есть здесь уже есть это влияние, и вот будет видно сейчас вот как раз вот этот вот собор, да, у нас в романском стиле. Почему? Потому что у него есть конкретно такая же форма и схема по нефам и по башням, да, то есть вот мы его видим, но тут появляются розы. Это очень характерный признак готики, и характерный, ну, то есть уже мы сразу видим, что тут уже как бы такой поздний романский стиль, начинается украшательство, начинаются какие-то элементы проявляться, но он все же остается романским, потому что есть вот эти вот бифоры очень ярко выраженные, очень маленькие окна, то есть давайте небольшие окна, да, потому что все же больше похоже на крепость, то есть нету этой ажурности. Несмотря на это, когда мне вот, например, показывают, это вот в романском стиле, а не в готическом, внутренняя часть собора, то есть вы не думаете, что там внутри какая-то такая некрасивая, очень, не знаю, без украшательства совсем часть, нет, она тоже довольно-таки, ну, возвышенная, да, может быть, не настолько, насколько в готическом, но помните, есть определенные этапы перехода. Вот эти моменты, вот эти, да, на своде мы их запомним сейчас, и они нам еще пригодятся, которые создают такой крестовый момент, крестово-купольный, да, здесь я просто нарисую их сейчас, и идут к колоннам, да, вы можете для себя там схематично зарисовать. Вот эти вот элементы, ребра, да, они называются нервюры, то есть такие ребра свода, идущие к колоннам, и дальше там следующие. Мы перейдем, когда будем смотреть готические, вы увидите разницу, она сразу очевидна и бросается в глаза, но при этом в романском стиле все равно внутри есть такое украшательство, оно очень лаконичное, оно присутствует, то есть еще какие-то даже каннелюры на колоннах очень интересные вот такой формы, да, и ордера довольно необычные, но в целом все равно этот момент присутствует. Вот, это тоже уже, это уже готика, и мы поймем, как отличать, но это переходный период, когда у нас романский стиль, то есть такая вот переходная уже в готический. То есть это не значит, что готика это куча-куча окон, да, просто стены не украшены и очень маленькие окна, то есть все-таки в готике немножко, ну, есть больше витражей и больше таких ажурных элементов. Давайте немножко нарисуем вот этот вот готический портал и разберем как раз, что же у нас здесь, ну, так для себя, да, его просто можно схематично, можно как вы хотите, просто чтобы мозг запомнил, что у нас, где, что это за элементы, потому что я все равно вам рассказываю, что это за элементы, зачем они нужны, потому что лучше всего называть все своими именами, а не вот эта вот штучка, да. Это говорит уже о нашей образованности все-таки, об интересе, культуре, потому что о нашей, ну, действительно культуре, потому что вот эта вот штучка, которая крепится вот на эту штучку, ну, довольно, мне кажется, непрофессионально в этом смысле звучит. Так, я все пытаюсь заточить себе карандаш, у меня там какая-то авария произошла, вот, но все, все хорошо. Я победила, так. Тут вы можете зарисовать, насколько вам это, насколько вам хочется. Я буду рисовать так схематично, не копируя основную форму. Потому что нам нужны просто элементы, о которых я буду говорить. Такой вот собор у нас в разрезе. Получится все, скорее, хорошо, потому что будет рисунок закреплять. У нас урок в основном сегодня все-таки направлен на изучение до двух стилей и на закрепление той информации, которая у нас получена в предыдущих занятиях, поэтому это важно. Так, тут у нас вот это, кстати, роза как раз. Просто мне очень понравилась эта схема. Она общедоступная, но хорошо, хорошо объясняет и показывает, как же выглядит в разрезе у нас собор. И можно элементы все проследить. Не стараемся, не идеализируйте все, это не имеет значения. То есть делать, рисовать прям. Я вижу иногда прям идеальные картинки, как будто бы, если не идеально, то все. Мне кажется, красота, она как раз в некой неидеальности. Всегда. Иначе все одинаковое у всех. Одинаково накаченные губы, знаете, как во всем. Тогда люди все одинаковые, а это уже некрасиво. Поэтому пусть будет лучше свой взгляд. Я всегда хвалю за какое-то свое видение. Даже если это ошибки, даже если там что-то не так, то все равно это сразу видно. Здесь мы работаем с линией, потому что это схема. Да, у нас здесь нет тона. Вообще, как бы, просто у нас с вами разрез. Так, вот здесь. Не основной. Тут написали в комментариях, да, интересно для общего развития. Я считаю, что вот эта фраза, она как-то обесценивает. Это не для общего развития. Это для того, чтобы вы понимали, что же мы рисуем, и зачем, и как. А когда мы рисуем какие-то совершенно безвестные вещи, ну, опять же, это нам не делает честь. И мне кажется, что это нехорошо, когда человек не понимает, что он делает. Поэтому вот это то самое общее развитие, которое все мы почему-то пропустили, как что-то ненужное, оно оказывается очень нужным. И я это очень хорошо вижу, потому что рисование – это геометрия, математика, физика, химия, все что угодно. Но там рисования вот самого по себе не так много, как кажется. Итак, сейчас будем элементы обозначать. У нас будет с вами красивая такая схема. Здесь есть такой, да, то есть часть из этих элементов, она повторяется и в романском стиле, но часть будет принадлежать только готическому, и мы как раз поговорим, да, что из них, и на что именно обратить внимание, то есть те особенности, которые, ну, нигде их нет. Вот, эта история, Настя, очень ценна. Конечно, это история, потому что эта история через архитектуру, через искусство мы узнаем историю, все взаимосвязано в этих процессах. То есть история влияет на то, как какие-то исторические события, на формирование связей в искусстве очень сильно всегда влияет. Невозможно смотреть оторванно. Это так же, как когда мне говорят, ну, вот Малевич, ну, Кандинский, там, что-то, люди, не сильно разбирающиеся в искусстве. Я говорю, хорошо, почитайте по 917 год, и вообще про политические режимы, и поймете следствие создания направлений в искусстве. Ну, просто этим надо заниматься, надо хотеть разобраться. Ну, проще же не хотеть, проще же сказать, а, да, мне это не надо, да и вообще, и все вы не очень умные люди. Да, ну, вот, наверное, это более легкая позиция. Ну, я с такими людьми не общаюсь. Итак, у нас с вами, значит, вот этот элемент, и он будет, называется арк-бутан. Арк-бутан, ну, как арка, да, ну, вот, очень похожее слово. Этот элемент присутствует всегда в готическом стиле. То есть мы давайте его прям будем, даже можем выделить чем-то. То есть вот как только появляется готический стиль, мы можем отделить, что это прям основная особенность. То есть мы вот с вами, давайте здесь адженду сделаем. То есть это стиль относится, элемент, элемент стиля, стиля относится к готике. Ну, то есть есть моменты, которые присутствуют везде, да, мы уже говорили, вот это нервюра. Нервюра присутствует не только в готическом стиле. Далее, вот здесь вот у нас стрельчатые окна, такие стрельчатые вот здесь, так называемые. Вот они такие заостренные, то есть... Да, ближе к готике в основном, и это является одним из признаков готического стиля. Присутствуют в других стилях, но гораздо меньше нервюра так очень часто. Значит, розы, окна розы. Да, преимущественно... Давайте сейчас я другой. Вот так сделаю. Это готики, это преимущественно готики. Но встречается еще. То есть окна розы, да, но их всегда относят, говорят, видите, видите, я с вами разбираю чуть-чуть более полно. Вы говорите, видите розы, значит, это 100% готический стиль. Ну, не всегда. Видите, тоже розы, но это романский стиль. То есть да, преимущественно готики, но не обязательно. Что я имею в виду? Под окнами розами вот окна розы. Выглядят именно вот так. Это очень такой красивый момент. И вот этот элемент, который похож такой на четырехлистник, мы еще с вами сегодня нарисуем в карандашке, я думаю, но нам надо разобрать, называется квадрифоль. Вот, он присутствует как раз в окнах розах. Итак, вот этот элемент называется пинакль, то есть вот эта башенка называется пинакль. Вот она присутствует только у нас в готике. Пинакль. А верхушка ее называется фиал. Фиалка. Этот элемент стены, да, вот этот элемент стены, который весь, вот он, он называется контрфорс. Ну, он тоже присутствует, в основном, конечно, присутствует в готике, то есть, но скорее присутствует в готике вот этот момент соединения. Контрфорс, аркбутан соединяется со стеной. То есть вот этот элемент, создающий боковой неф. Так, ну, нервюры мы поняли уже. Здесь, я думаю, что этот момент виден. На фиалах бывают сверху, мы сейчас разберем отдельно вот эти вот маленькие элементы, они тоже довольно интересные. Давайте я здесь еще нарисую. Есть еще такой элемент, как трансепт. Вот здесь его видно. Это такой возвышенный элемент, который находится над входом обычно. То есть он такой вот сложный, у него там украшательство по бокам, и он тоже заканчивается фиалом каким-то. Зачем я вас мучаю тут вот этими названиями? Да просто для того, чтобы вы вгляделись в эти элементы, потому что они важны для рисования в дальнейшем, если будете готику писать. И, по крайней мере, вы их запоминаете. Так, сейчас, это я, трансепт, это у нас, это вимперк, все, уже перепутала, простите. С немецкого слова вимперк, ну, немножко оно даже на винт похоже, да. Вообще вимперк — это защита от ветра. То есть он защищал от ветра вот эту вот входящую зону, ну, назывался так, хотя на самом деле, ну, скорее он больше декоративный, да. Поэтому. Так, вот здесь элементы. Мы сейчас пройдемся по небольшим элементам, которые у нас присутствуют. Вот этот вот элемент сбоку, да, он выглядит вот так вот. Давайте мы его вынесем, знаете как? Вот так вот. Это называется крабыбы. А вверху часто навершие такое больше крестоцветное. Так и называется крестоцвет. Сейчас посмотрим с вами. Там такой цветочек. И это у нас. Все не просто так. То есть, естественно, это все элементы, связанные с... Переплетены, да. Переплетена религия, переплетено искусство и какие-то важные моменты, когда мы сейчас будем чуть позже говорить о химерах и горгульях, там вы поймете. То есть просто важные моменты бытового характера, то есть, которые вот абсолютно относятся скорее не к украшательству. Вот. Итак. Давайте посмотрим на характерные примеры, чтобы нам это все не было непонятно, откуда это все взято. То есть я вот вам нарисовала, сейчас нам нужно будет это разобрать. Вот я листаю и смотрю на... Ну, если здесь мы видим, то есть это у нас окно роза. Окно роза, конечно же, действительно запоминающийся символ, поэтому... Но мы, по-моему, с вами рассматривали в прошлых эфирах одно из зданий, была угадайка, и там вот было окно, похожее на розу. Но это был просто тихий ужас, но в Москве в новостройке, да. Значит, вот. И вот мы видим, смотрите, вот этот элемент, да, вот у нас контрафорс, вот у нас аркбутаны идут, вот у нас, да, у нас пинакли и фиалы, ну, вот здесь почти нету такого навершия, видно эту розу. То есть мы сразу видим, ага, у нас более ажурный элемент, то есть из двух башен посередине с таким основным нефом романский стиль модифицируется в более такой возвышенный, да, в более утонченный. И мне кажется, что вот аркбутаны – это основной элемент, который прям сильно сразу дал отличие, потому что это, по сути, конструкции для укрепления вот этой возвышенности, то есть в них, в некоторых, видите, есть проходы, в некоторых нет, это просто такие из камня, да, такой конструктив, но он сразу, да, нам дает понять, что это вот какой-то у нас такой более вытянутый, более воздушный элемент. Вот даже, вот как раз этот очень хороший пример, я искала, где вот этот переходный период, когда у нас, раз у нас здесь вроде как бы романский хотелось бы, но вот у нас появляются аркбутаны, значит, это у нас уже готический стиль. Вот, готика вообще очень разная, конечно, космически бывает, вот, ну, невероятное внутри. Тут уже это называется, когда вот наши нервюры становятся веерные нервюры, то есть похожи на веер и поддерживают потолок, конечно. Есть, конечно, неоготика, как саграда фамилия, да, то есть все-таки больше, там тоже, почему я вот посмотрела на веерную, и вот если вы посмотрите саграда фамилия изнутри, то вы увидите, я думаю, многие из вас, наверное, были, тоже этот веерный, веерное строение нервюр, но там все-таки это уже более, ну, не относится к такой классике, классике, которая есть здесь. Так, я еще вам сейчас расскажу момент интересный. Также, да, помимо, ну, то есть у нас стрельчатые окна плюс витражи, то есть у нас появляются витражи, и витражи очень расширяют наши окна, то есть если здесь у нас были небольшие окна и все-таки крепость, то здесь за счет витражей появляются большие красивые окна. Вот опять, это тоже у нас готика, сразу видно, тут нету классической розы. Это, скорее всего, уже поздняя готика, пламенеющая готика, я вот по одному взгляду, то есть здесь как языки пламени выглядят у нас элементы, и это уже относится к более поздней. Вот Нотр-Дам-де-Пари относится к ранней готике, сейчас мы с вами все запишем, а это уже немножко другие элементы, и как бы характерной розы нету, но мы видим, да, арбутаны здесь, видим контрфорсы, и вот как раз эти пинакли, вот здесь по два пинакля, которые завершаются такими вот фиалами. Вот здесь тоже, то есть не всегда прям центральная роза присутствует, но присутствуют разные элементы вообще. Вот это вот как раз и называется крестоцвет, они часто завершали верхнюю часть элементов, да, вот фиала, да, то есть пинакли – это вот эта вот прямоугольная штучка выступающая, а вот навершие у пинакля – это фиал, и здесь появляются вот такие цветочки, которые у нас очень интересные, я зарисовала что-то типа такого, да, вот бывают немножко другие. И вы посмотрите обязательно, это домашнее задание, посмотреть и нарисовать. Сейчас. Давайте изучить лучше, изучить. И нарисовать. Сложное ДЗ такое будет. Элементы ордеров готического стиля. Ну, от этого будет и интересно, потому что это обычно то, чем никто как бы, ну, то, что вы, мы романские с вами не рисуем, я не сомневаюсь, что вы романские нарисуете, там очень простая архитектура. А вот здесь вот вы посмотрите, какие, то есть мы знаем с вами из античности, какие у нас есть ордера, да, для тех, кто занимался со мной до этого, да, у нас есть с вами дорический, ионический, коринский, ну, еще иногда отделяют тосканский, ну, и как бы коринский, он тоже бывает более усложненный. Но вот тут, если мы посмотрим, тут просто ордера на колоннах какие-то такие. И вот понаблюдайте и поищите, какие они бывают, и нарисуйте хотя бы там одну колонну на один ордер. Колонны в основном бывают внутри, конечно же, не снаружи, но они тоже присутствуют. И несколько элементов, элементов самой, да, архитектуры, украшательства, это у нас могут быть окна, розы, это могут быть какие-то еще навершия, да, вот здесь вот, ну, давайте будем их так называть. Потому что они могут быть разные, поэтому я говорю все, что наверху находится. Вот, например, такие элементы. Я сейчас специально, вы сейчас скажете, я ничего не рисую, как-то так, как же так, а мы надеялись. Вот, абсолютно так же за счет тона мы начинаем с вами рисовать. Мне очень нравится элемент, какой-то красивый такой, мне кажется. И я уже здесь. Тут, конечно, чем сложнее элемент, и мы с вами, поэтому я отделила, как всегда, один урок этой темы, знала, что будет готика. Тут это вам даже не барокко. Тут, конечно, сильно надо постараться, и берите разные карандаши, и нажим, совершенно разный нажим, вам сильно поможет в этом нелегком деле, которое вам предстоит. Вот, я буду с удовольствием наблюдать за вашими успехами. Там какие-то... Там и внутри какие-то элементы есть, но я чуть-чуть, может быть, где-то упрощу. Так. Вообще, вот этих элементов, конечно, ну, безумное количество. Так. Формат любой, любой. Смотрите, я же не проверяю ваши задания. Вы можете делать так, как вам хочется. Вы можете делать хоть на два метра, хоть как. Самое важное – это практика. Понимаете? Никто вам, стоять над вами и проверять, как вы делаете, не будет. Это бесплатный курс, рассчитан на самосознательных. Поэтому можете выбирать любой формат, любой, ну, желательно, конечно, карандаш, просто это больше вам даст. Сейчас я тут сильно увлекусь, но, может быть... Прошу прощения. Какие-то тут элементы тёмненькие, разные, странные. Сейчас пока ничего не понятно, но очень интересные. Нервюры такие на колоннах. Вон, сердечки полетели. Хэштег совсем не обязателен. Это не имеет значения. Ну, видно, видно, не видно. Зато сейчас комментарии не закрываются. Так. Тёмное, светлое, светлое, тёмное. Вот тут работа с тоном так как бы самое, самое интересное. Сейчас я подточу карандаш. Что-то он сегодня у меня решил ломаться. Вижу ваши комментарии. Пытаюсь сегодня справиться с карандашом, как это ерунда число. Видимо, я его роняла до этого. Немножко у меня решил. Сейчас возьму какую-нибудь ещё. лады их много. Что мне же нужен? Яйкий. Давайте Б, Б, Б. Б, Б. А какой у меня тут сломался? 4, Б. 4, Б. Я решил ломаться. Так. Как нравится наблюдать за вами, как из пятна рождается прекрасно. Спасибо. Так, всё видно. И хэштег, и рисунок, и маникюр, и комментарий. Наташа, спасибо. Ну, к сожалению, интернет, да, так может быть, но я тут точно не управляю интернетом, поэтому, друзья, это от меня не зависит. Тут можно уже схематично. Вот как раз тот момент, когда можно схематично, например, уйти в линию, и тогда у нас будет такой эффект незаконченности, когда мы как будто бы рисунок линии оборвали, тоже такое может у нас быть. Такая стилизация из реалистичности. Так, далее у нас здесь. Сейчас мы нарисуем. Я уже на глаз строю всю перспективу, но если вам, скорее всего, понадобится этот момент, то можно линии построить. Но глаз набивается как раз именно так, когда вы строите на глаз, ошибаетесь, идёте дальше, ещё раз строите. То есть весь этот момент, он и происходит опыт. А если мы всё время боимся ошибиться, то этого опыта не происходит. Ну и, собственно, продолжаем бояться ошибиться. Так. Хорошо. Хорошо. что-то там стилизую у нас привет привет я просто с внутреннего пространства начала ну вот мне так захотелось сегодня почему нет а вы можете с какого-то еще с верхнего например просто часто когда начинаем самого темного уже по крайней мере не перетемняем дальше что здесь уже все максим максимально максимально набрали чем у вас мягче карандаш тем конечно вы больше можете диапазон тона сделать то есть если он у вас hb ну вы не доковыряйте так смотрим только не обводим да мы рисуем с вами света тени то есть темное светлое светлое темное тут просто на примере это хорошо видно ищите себе такие же примеры где этот момент виден более отчетливо восторг спасибо очень приятно вот здесь вот светлый участок не теряю вертикаль тут на самом деле можно вот сколько у вас хватает терпения сидеть дома смотрите кино слушаете точнее кино и вот вырисовываете элементы м по м и 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 тут можно прям знаете убежать дальше-дальше-дальше столько всего красивого за этими узорами вот готика конечно вот эти элементы с крестообразные да вот они конечно очень красиво я убежала выше чем нужно здесь можно еще где-то затемнеть то есть у меня же чтобы не было видно так отчетливо то есть я вижу какие-то темные но не все на светлые на участке но не все и вот так вот чтобы у нас это внутри отделялась от света очень хорошо еще за штриховать здесь почти ничего светлого нет я смотрю целиком на предмет и как он у меня выглядит по тону так здесь я чуть-чуть левее это нарисую а то убежала я от элемента вы можете сначала повторить за мной и потом выбрать какой-то свой до свой же элемент чтобы было интересно и уже получать личный опыт на нем сейчас я какие-то не все прорисую моменты и на этом здесь завершу но чуть шире у меня получилось ничего страшного как-то я так спокойно очень много м смотрим на том что у нас темное что светлое здесь и какие-то темные элементы тут вот вообще уже все уходит в тень сзади на такой вот стыкуется прям контрастный момент я не знаю всех я листиков не пририсую я там рисую тени которые я вижу на какие-то теневые участки и у нас проявляется элемент кто барокко рисовал и отрабатывал тому не сложно уже будет кто барокко не отрабатывал тому будет квест как мы здесь красиво надо бросить это все дело не хочется завершать все пусть будет такая вы выдержка элемента а сколько прошло уроков 5 уроков прошло и еще где-то 85 может быть 95 дает так что рекомендую все посмотреть я сейчас вот дойду до вот этого края как хочется его так обозначить без рисунка в акварели мы с вами делаем то же самое да мы рисуем с вами светлое темное темное я подкладываю под руку до чтобы у меня карандашом я не испортила себе тут все рукой не стерла весь карандаш ну и карандаш не не растекся чтобы мне все испортить я вижу как многие недооценивающие карандаш до этого такие у классно но не сейчас а вообще на во время уроков во время рисования такие а карандаш оказаться так прикольно да потому что надо найти какую-то интересную тему которая вас захватит которая принесет и опыт и удовольствие и тогда и любой инструмент может быть даже самый скучный он сможет стать прекрасным интересным ну на первый взгляд скучный конечно карандаш не скучный карандаш это круто ну и здесь так условно немножко делаю прощая какие-то элементы которые видны темные так а теперь нам надо как-то это все отделить чтобы нам это было интересно можно в принципе оставить также можно взять какой-нибудь и отделить фоном более смело так что вся белизна элемента у нас сразу проявляется весь его объем вот такой у нас с вами элемент здесь могут быть какие-то да карандашные штучки вот не за очень долгое время мы смотрите с вами какую ажурную конструкцию нарисовали объемную без карандашного построения рисунка даже если она у вас немножко может быть какая-то кривоватая поверьте мне практика работа с тоном и мы в этом курсе отрабатываем именно это да она нам дает очень большую свободу и понимание того как сделать супер реалистичный предмет только за счет светлого и темного все любая линия у нас часто превращает все в схему и убивает тот самый объем я надеюсь что вам понравилось ну вот я выбрал его он мне откликнулся хотя на самом деле у меня тут элементов ну масса других было я никогда не знаю что мне понравится в моменте что мне захочется рисовать поэтому я сохраняю больше итак давайте продолжим с вами ставлю где-нибудь здесь значит продолжим такой момент что вот у нас элементы сейчас вот можно взять попроще что-то но мне хотелось не сильно простое взять можно взять кстати вот этот элемент называется сейчас я точно как-то рыбий вот этот вот рыбий пузырь называется нарисую просто когда у нас вот так вот вот так вот вот так вот значит элемент называется рыбий пузырь вот очень тоже интересно значит давайте мы с вами запишем основным и мы к нему вернемся значит у нас есть с вами раннее готика это 12 13 век это собор парижской богоматери хороший пример далее у нас есть зрелая ранняя готика также кстати называется стрельчатая потому что появляются первые вот такие стрельчатые арки которые сильно тоже отделяют от романского стиля хотя вот я бы сказала что ранняя готика она мне нравится больше всего она такая самая воздушная как ни странно вообще вот то есть это не знаешь что ранее она так прям там вот знаете такой переход очень быстрый и тут бах собор парижской богоматери который на мой взгляд больше конечно какой-то даже зрелый готики относятся но по времени постройки он так предвосхитил события как мне кажется вот зрелая высокая готика 13 14 век собор в ремсе мы сейчас их посмотрим вот и поздняя готика поздняя там еще выделяют как перпендикулярное есть которая вот 13 это по моему 14 тоже ну то есть они очень-очень близко здесь плетаются и есть тоже у нас значит собор в англии то есть это готика очень сильно развивалась в англии собор в инчестере сейчас мы с вами их посмотрим значит вот он собор парижской богоматери несмотря на все он является представителем характерным ранней готики вот вот так он выглядит и вы видите аркбутаны вот они кстати он да да очень хорошо видно вот пинакль вот уже знаете знакомый момент то есть вот это вот уж как минимум арк аркбутаны запомните очень классно и полезно значит тут видно да ты розу готическую такую потрясающую я думаю что конечно собор парижской богоматери вы все видели и вот он со всех сторон и он круто выглядит вот сейчас будет неожиданность потому что ну я думаю что все видели спереди и все обычно путают а вот это собор в реймсе они действительно то есть это уже зрелая высокая готика то есть собор парижской богоматери хоть и построены в 12 и 13 века и относится к ранней готике опять же им ходит на мой взгляд мне кажется он просто предвосхитил события потому что я крайне готики более переходный бы стиль отнесла а вот зрелая готика это собор в реймсе однако они достаточно похожи да с собором парижской богоматери часто когда видят вот этот вот вход и такие ну это нотердам да вот но это собор в реймсе есть также и он в принципе смотрите сбоку выглядит очень похоже то есть тоже да такие элементы он более даже как-то массивный то есть если здесь немножко более легкий хотя это раннее готика опять же можете подумать на этот счет еще там почитать если вам будет интересно и вот он сбоку до римский собор выглядит очень похоже так вот по элементам вот собор кстати в инчестере выглядит вот так и это уже позднее готика считается хотя в принципе тоже уже ну тут конечно сумасшедшее количество деталей каких-то тут уже розы то есть это пламенеющая готика значит пламенеющая готика часто позднее готика она также называется пламенеющий тут появляются то есть легко достаточно узнать когда появляются вот такие элементы как языки пламени да и и и и рыбий пузырь то есть это относится к вот этому то есть эти элементы они у поздней готики всегда проявляются то есть если я вижу например вот такое окно я такая а это позднее готика я знаю что это наверное века 14 16 ну и скорее всего это именно так то есть где-то бейте в 14 точно попадет вот потому что вот этот элемент он сразу относится уже он вот предвосхищает то есть у нас есть с вами элемент квадрифоль то есть вот этот круглый да вот он различных 3 3 листник 4 листник и дальше у нас есть элемент рыбий пузырь и вот эта часть тоже как бы пламени которая очень хорошо видно вот вот тоже это тоже рыбий пузырь то есть вот он каким-то таким образом выглядит когда у нас вот такие вот как будто бы рыбки три штучки друг за другом плывут то есть тоже могу не зная вообще смотрю на элемент гру позднее готика 14 век класс вот я говорю можно потом соревнования водить значит относительно готических соборов также также есть еще в гизбора соборы часть разрушена готических соборов часть восстановлена несмотря это относится к зрелой готики сейчас покажу вот это зрелая готика тоже опять же удивление такое отчасти да потому что вроде бы у нас смотрите вот это вот это у нас ранее готика и вот это вот у нас это зрелая готика то есть да по времени создания именно так и есть но не как это не спешите по внешнему виду собора говорить что и как вы его внутри посмотрите там конечно сумасшествие вот это конечно вот это это ну иногда вся красота она просто не снаружи она внутри и тут нет сомнений когда смотрим внутри что это уже зрелая готика она такая то есть уже не просто да у нас какие-то простые ну уже легкие элементы пересекаются а у нас уже вот эти веерные структуры идут и здесь у нас то есть если вот это у нас более ранние до элементы то вы видите как отличается внутреннее убранство собора уже при уже поздний на более зрелый то есть это конечно космос хотя при этом внутри все довольно таки может быть сухо поэтому смотрите не всегда можно угадать точное время создания на можно но нужно посмотреть все пожалуйста и внутри снаружи а есть еще элементы готики да в поздней готика она еще чем характеризуется то есть помимо того что пламя здесь есть момент влияние мавритании то есть влияние мавританских мотивов и я вам специально нашла но наверное я была вот рядом по крайней мере внутри я не была там снимали игру престолов кстати один из каких-то эпизодов это в севилье находится собор севильский и вот посмотрите это готика тут нет сомнений но при этом мавританские мотивы очень сильно как раз на пинаклях на фиалах отражаются то здесь это видно насколько он необычный то есть вот это готика причем видите уже такие вот эти наши рыбьи пузыри то есть это поздняя пламенеющая готика то здесь есть пламя есть рыбий пузырь но при этом мавританские мотивы появляются да ну вы понимаете вот особенно вот в этих элементах и все и у нас такое но это можно все равно определить и вот вот в этих элементах видно хорошо что это это вот испания испанская готика выглядит приблизительно вот так то есть немножко отличается значит еще домашнее задание поискать значит изучить внешний вид различных готических соборов из разных периодов да и различных готических соборов разных стран просто вы увидите разницу вот очень все равно отличается франция англия и испании то есть готика отличается как бы там ни было то есть вот эту это уже английские истории и здесь поэтому сказать что все одинаково везде развивалась даже несмотря на определенные традиции в каждом из стилей а все таки нельзя потому что все развивалось очень неоднозначно и все влияло где располагается страна какие политические особенности в этот момент то есть все все равно влияло на архитектуру это важно я была в севиле есть много фоток классно вот можно как раз рисовать от души прям вот все элементы я хочу с вами поговорить немножко вас развеселить а значит сейчас посмотрю если есть вопросы вопросов нет значит по поводу горгулий и по поводу химер значит значит давайте немножко запишем это полезно это интересно вот потому что все время все путают и вообще что это такое значит горгулья горгулья это драконовидная змея и используется как правило для отведения воды то есть не как правило а всегда то есть для отвода воды с крыши это важно потому что произошла как говорится не стыковку всех голове у меня в том числе и как бы на какое-то время я думала что это такое и вообще как значит есть такая легенда что горгулья это драконовидная змея которая обитала в сене вот и святой роман архиепископ руана вот он заманил ее там усмирил крестом но вот эти знаете классические истории конечно католической церкви вот отвел в город и в итоге убили горожане вот и поэтому она находится на соборах в знак вот этой вот значит при силы церкви да и выполняет такую не очень хорошую функцию как отвод воды булькающий эффект значит вот так выглядит горгулья то есть драконовидная змея у нее шея змеи как бы она вытянутая но это вот более классическая горгулья значит со временем горгулья стала приобретать вид дать вид грешников ну то есть часто потому что это было не настолько достойно как бы недостойная функция на отводить воду да поэтому из нормальной горгулий вот так выглядят горгули они как вы думали вот то что как вы думали это химера не горгулия скорее всего значит вот это горгулия вот вот нормальная горгулия выглядит так то есть драконовидная змея то есть вот у нее вытянутая шея похожа на дракона вот уже ближе там ну как то так значит это мы сейчас как раз перейдем значит вот такие горгулии еще бывают это как раз вот этот момент грешников там или вот каким-либо образом провинившихся там не знаю песцов там еще кого-то значит так же горгулия одна из самых известных горгулий есть на крае селербилдинг нью-йорке ну вы да вы пишите комментарии не недослушав на кельмском доме они в виде людей страшных в своем виде я об этом и сказала вот даже прописала приобретают вид грешников так подрезающие знания истории отлично значит значит горгулия на крае селербилдинг выглядит вот так но это всегда до какой-то она всегда используется для отвода воды то есть то что используется для отвода воды это горгулия вот это просто важно запомнить вот а есть еще такой такое понятие как химера вот и химера это туловище ну вот в классическом варианте это туловище козы голова и шея льва считается что это порождение ну по легенде да трифоны и ехидны и здесь вот это у нас что химера химера это просто статуя фигура она не используется ни по какому назначению для чего-то полезного вот и поэтому вот видите какие бывают еще горгули тут ну всяко разно вот это вот химера на нотр-даме не горгулия хотя есть мультик даже на который я помню в детстве смотрела там про горгули и вот которые превращались и вот они что вот это горгулия нет это горгулия она отводит воду вот а вот эти товарищи это химеры да вот у нас совершенно из разных животных состоящие как раз они на немножко такой полезный факт как говорится чтобы вы знали поэтому можете даже с кем-то поспорить вот на эту тему это довольно забавно потому что действительно большинство думает что горгулия выглядит так вот это химера оказывается у нас ну что ж я немножко хочу вас значит еще а ну и дальше дальше давайте так у нас заканчивается период период романского готического стиля заканчивается и приходит ренессанс возрождение и вот здесь я немножко расскажу вам про ренессанс вообще этот стиль присутствует в основном в италии то есть именно вот эта формация возрождение ренессанса она не распространилась особо куда-то в европу она осталась в основном в италии а в европу уже распространилась распространилась повсеместно у нас барокко и собственно у ренессанса опять у ренессанса встречаются бифоры вот то есть что произошло была готика и дальше пошел такой момент исторический пошло переосмысление и возрождение античности потому что было ощущение что средние века вот человек как-то он забыл кто он такой забыл красоту забыл вот все и пошло переосмысление античности собственно в начале и как раз возрождение то есть эпоха уже после вот такого немножко грязного средневековья несмотря на готические да соборы стал уже воспевание все-таки здоровья человеческого в том числе да то есть вот немножко такой момент и поэтому немного вернулись и какие-то элементы они есть значит как раз из античности есть даже вот я говорю из романского стиля вернулись вот эти вот оконца бифоры да они особенно видны в палаце да то есть палаце вообще этот момент ренессанса стали строить дворцы то есть ренессанс в италии выглядело то есть как палаце медичи различных да это все-таки были большие помещения это еще не было если мы дальше смотрим и все-таки следующие стили они стали все больше и больше ближе к человеку да то есть в чем вообще да заключена история стилей в том что начиная сначала это были стили сугубо для церквей да то есть для зданий которые вот единственного церковь все остальные конечно что там строили что попало как попало далее стиль стал распространяться уже на дворцы на знать то есть вот это как раз готика ренессанс ну мы не говорим о нео готике которая уже в свою очередь естественно была и в обычных особняках но вот готика все-таки еще сохраняла храмы и соборы а ренессанс уже пошли да возрождение дальше барокко все-таки уже стала переходить к обычным строениям к официальным если мы вспомним там Петровская барокко и Елизаветинская барокко то тут это уже и домики это уже учреждения это уже какие-то учебные заведения то есть стиль начинает приближаться к народу когда появляется ампир уже у нас в 19 веке то и ну здесь и переосмысление собственно и сталинский ампир вот двадцатом то мы уже видим насколько он уже приближен к людям то есть у нас уже обычные здания тоже отражают стилистику вот и здесь важно что вот этот вот переход в ренессансе он здесь возник в Италии то есть когда стали строить палаццо в этом стиле вот я здесь вам подготовила вот тут как раз видно как раз эти окна которые сохраняются но при этом появились какие-то колонны внутри и уже это кстати какой у нас ордер да вот это Каримский у нас ордер появились колонны из античности и они стали уже переходить вот собственно собор святого Петра в Ватикане он как раз является при таким признак ну хорошим примером ренессанса но при этом можно его и к барокко отнести мы его уже кстати рассматривали в принципе и то и то да присутствует то есть здесь как раз такое постепенное то есть много скульптур колонны и такой переход но при этом вот благодаря вот этим вот элементам да вот здесь вот вот тут вот то есть это разбитые фронтоны кое-где может быть даже намек на валюты мы можем уже посмотреть что меняется вот так же из Италии это тоже относится к времени ренессанса но мы видим валюты и можем предположить что это барокко то есть всегда не бывает отдельно стиля да мы уже говорили он чуть-чуть всегда перемешивается смотрим на время ну тут прям чисто да как бы чисто видно что это барокко вот потому что уже вот эти вот элементы валют происходит все уже у нас не сами колонны колонны уходят появляются более декоративные элементы колонн и соответственно все меняется то есть вот оно как двигается как постепенно тут вот кстати еще мне очень нравятся такие переходные здания которые непонятно тут есть и роза готическая да и еще вот такой вот портал и что-то даже от романского стиля но при этом это ренессанс то есть это настолько большое смешение стилей той эпохи потому что вдохновение у художников было да совершенно из разных сфер то есть то что строили уже в текущий момент и то что это зарождение стиля в этом то и есть интерес то есть это такой момент еще хотелось бы с вами поговорить на небольшую тему показать вам потому что мы касались реставрации и я хочу сказать что реставрация в разных как сказать в разных странах очень сильно отличается и подход к реставрации и восстановлению исторических объектов очень сильно отличается даже если он потому что были споры и я хотела на эту тему с вами поговорить то есть даже если восстанавливают ну не как у нас там евровагонкой зашили и все и забыли что там была какая-то историческая ценность историческая то подходы различаются и значит я бы хотела чтобы вы об этом знали и обязательно почитали потому что это правда важно значит реставрация значит есть два подхода и это первый это когда реставрируют так чтобы не было заметно так чтобы не было заметно ну заметно да не было отличий от оригинала информируют информируют зрителя в описании сейчас все обсудим и второй момент это реставрируют так чтобы было заметно где реставрированный фрагмент это действительно просто две школы и они присутствуют обе до сих пор и я не знаю на чьей стороне я не спрашивайте даже меня это на самом деле очень спорный вопрос потому что иногда вот знаете приходя в какой-то собор или ну я не знаю я даже была ну окей минус минусский дворец в греции собственно где лабиринт минотавра там практически все воссоздано но воссоздано так чтобы было как будто бы оригинальное и то что это не оригинал я могу прочитать только в буклете а когда я хожу у меня же создается абсолютно такое четкое впечатление что ведь я не знаю тут это все оригинальное я на месте и я читаю в буклете у меня разочарование что это как бы в принципе воссоздано потом каким-то оставшимся источником рукописям и так далее то есть может быть в этот момент думаю я лучше бы ничего не воссоздавали нарисовали бы на картинке а вот в живую было бы как в живую либо чтобы было заметно что это реставрировали в то же время когда я вижу что реставрируют так чтобы это было заметно я вам просто приведу хороший пример я его искал у меня есть очень это собор из севильи тоже нет это с на сицилии прошу прощения причем это такой очень классический старинный собор и здесь практически все ну вот вблизи может быть не сильно видно настолько из мрамора то есть в естественных цветах и при этом вообще на сицилии то есть в италии вот конкретно на сицилии там реставрируют вторым способом и вы это сейчас очень хорошо заметите по потолку то есть если я приближу и вот здесь посмотрю фрески которые сделаны ну в оригинале они выглядят в естественных цветах они выглядят такими ну как бы подходящими интерьеру и вот здесь вот реставрация они делают специально так чтобы было заметно где фрагмент реставрированный и здесь он немного даже в кислотных цветах на мой взгляд сделан то есть есть какие-то такие поспокойнее куски но я могу точно отличить что это как бы ну набью и в этом подходе обычно говорят что ну вот зато вы видите что все остальное настоящее то есть у вас нет сомнений что все остальное сделано то есть все остальное сохранилось а то что мы заменили мы заменили исходя из до исторической справки но зато вы это сразу видите вам не надо какую-то бумажку буклет читать у вас нет разочарований с одной стороны да с другой стороны внешне это выглядит немножко странно на мой взгляд опять же вот потому что очень сильно не выделяется и выбивается интересно что вы думаете на этот счет вот и мы с вами сегодня соответственно видите как у нас с вами все схлопнулось то есть мы сделали у нас появилась далее в западноевропейском также присутствует барокко многие из вас уже это барокко рисовали также присутствует барокко рококо модерн ампир его действительно но но барокко больше всего и он тоже связан вот с ренессансом модерна ампира модерн мы с вами смотрели особенно я показывала из вены модерн вы можете его легко найти опознать он ничем не отличается то есть ампир тоже это как бы имперский стиль он в принципе пошел с франции и триумфальные арки и так далее здесь вы тоже думаю определите ну и эклектика это довольно понятно это уже двадцатый девятнадцатый век это переосмысление предыдущих стилей то есть мы с вами рассмотрели все стили на примере европы и россии в том числе и уже как раз разобрались с вот видите по моему классно смотрится как кусочек неба вот а мне кажется что ну вот видите вам кажется что хорошо то есть здесь мне вот желтый прям выбивает если сильно это опять же мое мнение вот наверное в живую не передает он прям лимонный вот но при этом возможно да более воздушно то есть если здесь безусловно старые стать более старинные фрески они естественно темновато и они сделаны более таким ну потому что все таки желтеет и лак и покрывной то конечно новые будут ярче всегда и возможно в оригинале оно так и было кто знает да уже очень старое здание вот есть принцип музейной реставрации нельзя закрывать своим творчеством подлинную работу мастера елена я когда сейчас говорю я еще тоже знаете знакомлюсь и у меня реставраторы и друзья работающие в госнире я вам рассказываю не про принцип музейной реставрации в российской федерации а про принцип который существует в мире их существует два к сожалению ну или к счастью не знаю как есть возможно иногда значит работа автора она а не сохранилась фрески были настолько испорчены или настолько там не знаю повреждены что нужно было заменить или поставить новую и так далее то есть есть существует да вот опять же если отталкиваться от россии то естественно мы реставрируем как бы как бы опять же есть принцип этой реставрации в россии что нужно реставрировать так чтобы не было заметно и не перекрывалась работа автора а потом смотришь евровагонкой знаете закрывают шикарные фасады зданий так откуда где эти принципы что-то вот как-то иногда я тоже теряюсь вот авто а второй момент нет это не это скорее всего смотрите под лимонным сложно рассмотреть подлинную работу здесь нет подлинной работы это скорее всего полностью замененный фрагмент давайте не путать который то есть заметно где реставрированная часть то есть вот эти фрагменты они новые да они поставлены туда но они да они не сочетаются с теми которые уже есть то есть они яркие и то есть вы меня недопоняли не совсем но можно же вот и опять давайте еще раз переключусь на себя давайте давайте еще раз раз вы не поняли в чем что я имею ввиду значит можно реставрировать так что вы например утерянный фрагмент но вы его восстановите в соответствии с тем как есть какие есть другие то есть вот абсолютно например я нарисую и нарисую в том же стиле цвете какие фрагменты у меня есть да вот еще немножко сейчас про простите заболталась вот это один из подходов я говорю то есть и в буклетике там бумажки будет написано что извините вот эти оригинальные а эти нет но мы сделали чтобы общий вид выглядел одинаково и второй подход как делают на сицилии делают в италии еще в каких-то значит местах отдельных я сталкивалась с этим подходом когда заменяя какие-то фрагменты туда ставят очевидно заметно и фрагменты или скульптуру или что-то да что мы видим сразу вооруженным взглядом нам не надо читать буклет мы видим что это новое вот и все то есть это скорее связано с этим с другой стороны если подумать что когда-то это тоже было новым и она не была таким желтым и не было таким темным поэтому когда-то это наверное тоже было светлым и возможно через какое-то время и этот фрагмент станет таким же каким был то есть можно восстанавливать смотрите и делать копию того что мы видим сейчас а можно восстанавливать от первого как бы лица то есть какое оно могло бы быть 200 300 лет назад вот я надеюсь что сейчас понятно что я имею ввиду и эти это действительно различные подходы в реставрации вы кстати можете это встретить и относительно реставрации текущий некоторые реставраторы или некоторые при реставрации снимают например желтый слой лака а на каких-то картинах это не делают то есть восстанавливают какие-то моменты или повреждения царапины и так далее оставляя пожелтевший верхний слой лака иногда его снимают все зависит от задачи в которой вы с которой вы работаете то есть зачем это нужно и что требуется там не знаю музею покупателю и так далее то есть есть очень разные вещи вот именно относительно этого естественно ну как бы перерисовывать и реставрировать ну посмотрите самый известный пример плохой реставрации опять же вот как сказать плохой самый известный пример неоднозначной реставрации это пушистый иисус посмотрите прям так загуглите пушистый иисус если вы не знаете то очень много нового ну по крайней мере после этого вы увидите так что и кстати стало таким известным моментом тоже вот поэтому так тоже бывает ну что ж мы на сегодня закончили а ну вот да видели видите видели пушистого иисуса тут можно как угодно относиться я стараюсь никак к этому не относиться имеет место быть как такой вот пример зато мне есть о чем вам рассказать мне нравится благодаря этим ярким пятнам подчеркивается то время когда архитектура была искусством и ценность того что сохранилось до наших дней ну вот тоже вот видите на одну и ту же вещь можно посмотреть под разным под разным взглядом то есть с одной стороны да с другой стороны нет я говорю у меня нету однозначного мнения на этот счет то есть в каждом конкретном случае мне кажется это очень сильно индивидуально я вам просто показала пример самое главное чтобы евровагонка не зашивали и не не разбивали не там не знаю не перестраивали и не строили плохую архитектуру вот а в плане каких-то реставрации это фрагментов наверное уместно и то и то это уже решает государство решают какой-то исторический совет и так далее то есть уж явно тут хорошо если они решают и как бы художественные совет как и как с этим поступать вот если у вас есть вопросы задавайте если нет будем завершать настя узнала только что как выглядит пушистый иисус смеюсь вот кто-то уже сразу гуглит я говорю это зато понимаете зато какое настроение зато какая то там и история интересная тоже вот да поэтому женщина очень хотела отреставрировать икону и вот на ее взгляд это сделала вот поэтому это то как мы по-разному смотрим на мир тоже да вот то что одному красивое другому нет поэтому я говорю я здесь стараюсь придерживаться во многих вещах нейтральной позиции позволяя ну чтобы был какой-то плюрализм мнений потому что ну иначе нет ничего хуже что когда все то есть вот одна правда вот думайте все так красивая вот только это и больше ничего вот да елена спасибо за историческую справку я я вас поняла я тоже как бы этот вопрос очень много изучаю спасибо вот опять же очень сильно отличается вы мне цитируете россию а мы сейчас с вами говорим вообще про италию да ну если что так вот и как раз это то место где я была и там где я действительно интересовалась то есть не забывайте что не только весь мир это не только россии есть различные мнения это тоже нормально и на искусство и на реставрацию на какие-то еще другие вот так это интересно если все будут одинаковые будут очень скучно да вот поэтому в этом нет никакого смысла ну что тогда раз нет уже ко мне вопросов я надеюсь что мы с вами встречаемся на следующей неделе в нас будут по моему машины если я не ошибаюсь но посмотрим вот и уже еще дальше с вами порисуем и я отдельно назначу время когда буду просматривать работы по невредным советам четвертому сезону собственно все что вы нарисовали и готику в том числе в вк в группе вк собственно вы можете найти мое сообщество вк там уже 4000 человек пока пустого анастасия и туда то есть там есть беседы в которых можно можно общаться там очень теплая поддержка я после этого видео оставлю обязательно в story ссылочку так что можно туда выкладывать свои работы и я обязательно их проверю потому что прошлый раз меня получилось проверить почти все работы вот не две-три а почти все и так что это было очень интересно так спасибо спасибо друзья очень приятно как всегда увлекательно познавать на эфир спасибо спасибо запознавательный да и помните интересуйтесь это действительно интересно это важно важно для круга зора важно для развития важно для того чтобы не знаю для любви, для любви к миру. Чем больше мы узнаем, тем больше у нас добрее сердце и терпимее мы ко всем остальным людям вокруг. И это правда доброта и любовь, она очень сильно поддерживает. Чем меньше мы знаем, тем агрессивнее мы реагируем на любые другие нестыковки с нашим мировоззрением и тем действительно меньше любви становится у нас в сердцах. Поэтому я все-таки за за любовь. Вот. Спасибо вам. Да, я очень рада. Хорошего вам дня, хорошей недели и до встречи в следующий четверг. Так. Закрытый чат по каплям. Друзья, сейчас это напишите, пожалуйста, во-первых, всем, кому, кто проходил капли, в письме приходила ссылка на закрытый чат, в письме от ArtCustoveSchool. Если что-то вы не можете по ней перейти или что-то не нашли, вы можете написать ArtCustoveSchool. Поверьте, я не восьмирукий или не десятирукий человек. У меня работает команда в том числе. И если у вас вопросы по школе, то вы пишете на сайт школы или в техподдержку школы, на сайте там куча форм обратной связи, там прям обратная связь, написать нам. Вы пишете, вам отвечают. Вот. А то мне иногда страшно становится, что я думаю, сейчас мне или сова прилетит в окно, постучит, Анастасия, а как мне там в школе получить ссылку на чат? Или кто-нибудь дверь мне позвонит. Вот. Ну, просто если вы хотите это узнать и у вас вопрос по школе, то логично писать на сайт школы. Если у вас вопрос по магазину и по продажам в магазине, то логично это писать на сайт магазина. Там отдельный человек, который на это отвечает. Ну, то есть, как бы, странно, наверное, писать и звонить мне в 12 ночи, что было, кстати, и спрашивать, как что-то купить. Но для этого я специально организую работу целой команды и плачу им зарплату, чтобы они всегда в техподдержке вам отвечали по всем вопросам. И в том числе, то есть, я как бы по художественным вопросам, но по техническим я вас очень сильно прошу, пожалуйста, пишите туда, где у вас вопрос. Там сразу вам ответят. Вот. Потому что я не могу вам ответить по заказу сейчас. Ну, вот как я вам пришлю сейчас ссылку в прямой эфир сюда, вот сюда, на закрытый чат. Ну, вы же сами понимаете, ну, честное слово. Я прям иногда, ну, иногда удивляюсь. Вот. Конечно, останется эфир, друзья. Эфир останется, потому что во время эфира у вас лежит вверху. Эфир сохраню. Я уж, чтобы не отвечать. Ну, ладно, я уже поняла, что все равно отвечаем на одни и те же вопросы. Хочется новых, отвечаем на одни и те же. ладно. Ой, ладно, друзья, на этой прекрасной ноте, вот, заканчиваем. Хорошего вам дня и будьте внимательнее, пожалуйста. Я вас очень прошу и крепко обнимаю. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok